Добрый день, наши уважаемые юные телезрители! Вас приветствует телепередача «Азбука права», с помощью которой мы с вами изучаем, что же такое право и для чего оно необходимо каждому гражданину. Наша азбука расскажет вам не только о правах, но и об обязанностях, научит правовой культуре и, конечно же, поможет воспитать в каждом из нас законопослушного и достойного гражданина. Меня зовут Айджамал Осмонова, и тему нашей сегодняшней программы объявит наш виртуальный ведущий. Привет! Меня зовут Акыл. И сегодня наша тема «Моя родина Кыргызстан». Сегодня мы выбрали тему родины не случайно, ведь согласитесь, что для каждого человека то место, где он родился и вырос, несет особую значимость. Вот и наш Кыргызстан – страна с уникальной природой, гостеприимным народом и богатой историей не может не вызывать гордость. Сегодня мы расскажем вам еще больше интересного о нашей стране. Сегодня у нас в гостях Асель. Асель, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про Кыргызстан, помимо того, что у нас есть высокие горы и красивое озеро? У нас много знаменитостей, например, Чингуза Айтматова. А еще недавно открыли музей Чингуза Айтматова. Угу, молодец. Я вижу, что ты настоящий патриот нашей страны. А сейчас давай с этим же вопросом обратимся к нашему виртуальному ведущему. Площадь нашей страны – 198 500 квадратных километров, семь областей и два города республиканского значения – Бишкек и Ож. Граничит наша страна с Казахстаном, Узбекистаном, Китаем и Таджикистаном. Столица нашей страны – Бишкек. А самое главное – это уникальная и неповторимая природа. История Кыргызстана и кыргызского народа уходит своими корнями глубоко в древность. Например, ученые установили, что первые найденные следы человеческой деятельности на территории Кыргызстана, а именно каменное орудие, было изготовлено аж 300 тысяч лет назад. Впервые этноним Кыргыз был упомянут в китайской летописи в 2001 году до нашей эры. Окончательно свой нынешний этнический облик кыргызы обрели со второй половины 15-16 века. Ребята, в истории развития нашей страны много этапов. Кыргызы не одно столетие отстаивали свою независимость, и поэтому вам будет интересно изучить историю нашей родины. Ведь сначала мы были частью Российской империи, потом с 20 века частью Советского Союза, а в 1991 году Кыргызстан стал независимым, суверенным государством. С момента обретения нашей страной независимости прошло уже четверть века. За это время Кыргызстан из молодой страны превратился в полноправного участника мирового сообщества. Асель, как ты считаешь, что дало нашей стране обретение независимости? Что наша страна такая же, как и другие. Никакая страна не имеет права унижать нашу страну. А также мы имеем свою валюту, мы имеем свой язык, мы имеем свой гимн. А также День независимости отмечают 31 августа. Совершенно верно. Я думаю, что именно благодаря таким познаниям ты можешь назвать себя абсолютно независимым человеком. Правильно, Асель? Сейчас давай этот же вопрос зададим нашим ребятам и узнаем, что же они знают под на этот счет. Я представляю себе то, что это политическая самостоятельность. Возможно, отсутствие подчиненности какой-либо. Одним словом, суверенитет. Независимость – это самостоятельность какой-либо страны. То есть не зависит от никаких других стран. По моему мнению, независимость Кыргызстана – это тот день, именно это то число, когда наша страна стала не подчиняться ничему. Она стала как отдельная страна. У нее свои традиции, законы и права, которые соблюдает каждый гражданин. Независимость – это когда он сам решает свои проблемы, ни от кого не зависит. Независимость. Человек не делает то, что ему говорят, он должен делать то, что он хочет. Одно государство не зависит от другого государства. Независимая страна – это когда страна отдельно идет на карте, отдельно от другой страны. Она не зависит, она самостоятельно идет сама собой и… Независимость – это когда ты свободен, тебя не могут заставить что-то сделать против твоей воли. Ребята, у нашей страны есть все атрибуты государственности. Наш герб был принят 14 января 1994 года. На гербе изображены озеро Иссыкуль и горы Алато. Белый сокол с распростертыми крыльями символизирует свободу и независимость Кыргызстана. Флаг нашего государства был принят 3 марта 1992 года. Вы, наверное, знаете, что у изображенного на флаге солнца 40 лучей, а внутри изображен тундук юрты. Он символизирует мир и согласие в нашей стране. Также у нашей страны есть свой гимн. И вы, как достойные граждане своей страны и истинные патриоты, конечно же, выучили наизусть слова главной песни. Ребята, вы знаете, что когда звучит гимн, нужно обязательно вставать и, положив руку на сердце, петь его вместе со всеми. И самый главный праздник Кыргызстана, можно сказать, его день рождения, мы отмечаем каждый год 31 августа. Это день независимости Кыргызской республики. 25 ноября 2015 года в Кыргызстане свершилось очень радостное и счастливое событие. Родился 6-миллионный кыргызстанец. Это событие можно назвать воистину историческим, так как главное богатство нашей страны – это люди. Нашу страну населяют совершенно разные народы, которых мы называем нашими соотечественниками от слова «отечество». И самое главное, что несмотря на разный быт, разную культуру, мы остаемся единой страной. Если люди будут жить в дружбе, то это как бы будет прогресс. Люди, им нужно жить в дружбе. Если дружбы не будет, не будет никаких достижений. Дружба – это друзья, это, можно сказать, тоже твоя семья. Как и семья тебе может помочь в трудную минуту, так и друзья смогут помочь в трудную минуту. Ты с ними сможешь что-нибудь обсудить, ты сможешь им помочь, и они тебе помогут помочь. Ну, мне кажется то, что если наша страна, наш весь мир будет дружить, то будет всем лучше. И Кыргызстан – это дружелюбная страна, в которой никто, в которой все народы, они дружны. Хороший друг никогда тебе это не предаст. Ведь без дружбы никто не выживет. Вот, например, есть человек без друзей. Вот плохо ему, и у него нет друзей, он просит кого-нибудь помочь, и они же ему не друзья, но не могут. Все народы должны жить дружно, потому что прежде всего мы все люди. Не важно, какой мы национальности или вероисповедания, мы все люди, мы все одинаковые. И я считаю, что мы должны делиться какими-либо традициями. И дружба народов должна существовать, чтобы был мир, не было войн. Как говорится в Кыргызской сказке, если мы будем вместе, нас будет очень сложно сломить. Также у разных национальностей это будет способствовать нашему интеллектуальному развитию, так как расширяется наш кругозор за счет того, что мы национальность, каждая имеет свои традиции, свои обычаи. Каждый человек должен интересоваться культурой другого народа, который проживает рядом с ним, с которым он, возможно, соседствует. У каждого человека есть лучшие друзья. И Кыргыз, и Уйгур, и Казах, и Русский. Наша страна дружная и многонациональная. И Казах, и Русский. Вот в такой вот замечательной и культурно-богатой стране мы живем. Аселя, ты тоже считаешь, что наша страна прекрасная? Да, очень. Я очень люблю Кыргызстан. У нас высокий город, еще очень красивое озеро Сыкуль, добрые люди, а еще очень-очень красивая природа. Я с тобой согласна и хочу от себя добавить, что задача каждого кыргызстанца ценить и уважать свою родину. И, конечно же, работать ей во благо. Ну а на этом у нас все. Мы с вами прощаемся ненадолго. Асель, спасибо тебе за то, что ты сегодня была с нами, а сейчас со всеми попрощаемся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok